Аудиокниги Николай Метельский Убивая маску Стоя у люка вертолета, я смотрел вниз и офигевал. Бросив взгляд на тяжело дышащую херану, вновь перевел взгляд вниз. Ядрена кочерыжка, так она не хвасталась своей силой. Против меня такое, конкретно это заклинание, будет неэффективно, так как слишком долго создается. Но, черт возьми, больше всего то, что я сейчас наблюдал, было похоже на море. Ну или озеро. Немаленького размера озеро из молний с метровыми волнами и плавающими в нем китайскими драконами. Тоже из молний. А ты реально крута, красавица, обратился я к херану. Ты, произнесла она с одышкой, самовлюбленный дурак, раз только сейчас. Понял. Может, грохнуть ее, на всякий случай. А то как-то стремновато. Не хотелось бы оказаться посреди такого озера, если она вдруг... Нет, лучше уж женить на себе. Китсуны вроде как не предают, но только самых близких. Черт, она и правда сумела меня впечатлить. А на что тогда Цин-Цин способен? Хотя у него другая специализация. Подобного он, по словам все той же, херану не умеет создавать. Сколько еще продержится заклинание, спросил я ее. Сколько надо, выдохнула херану. Я его поддерживаю. Вырубай, махнул я рукой. Если уж нас до сих пор не сбили, то можно заканчивать. Посмотрев на стоящего в полусогнутом положении возле второго люка, Юнксу отдал приказ. Как только я спрыгну, валите отсюда. Понял, господин, ответил он. Озеро из молнии не исчезло в одночасье. Визуально оно как будто высохло. За шесть с половиной секунд ушло в землю. Еще пару секунд, чтобы немного снизиться, и я, махнув на прощание рукой, прыгнул из вертолета. Как только мои ноги коснулись земли, сделал перекат, и, поднявшись на ноги, замер в ожидании противника. Особняк яростно пылал, при этом нижняя его часть была раскалена. Даже странно, что дом не развалился. Все мои чувства говорили о том, что внутри пылающего здания находится лишь древний. Тем не менее, кое-что меня беспокоило. Во время взрыва ядра я почувствовал два импульса смерти, при том, что в самом доме ощущал всего две отметки жизни и разума — диверсант и древний. Древний жив. Получается, там умер кто-то, кого не фиксировали мои чувства. И если там есть еще один такой невидимка, но который выдержал первый удар, мне будет очень хреново. Но и отступить я при этом все равно не могу. Ладно, все нормально будет. Я ж везунчик. Да и не смог бы никто пережить атаку Хирану. Кроме самого древнего, блин. Отметка моего противника приближалась. Сам я находился во дворе классического итальянского особняка, прямо напротив главного входа. Слева от меня, метрах в трехстах, каменный берег моря, в то время как со всех остальных сторон поместье окружал лес. Благо, само поместье было большим, и лес располагался в полукилометре от главного особняка, где я сейчас и ждал медленно приближающегося древнего. В общем, есть где развернуться. Древний появился пафосно. Медленно и грозно вышел из пылающего дома. Что мне сразу не понравилось? Вокруг него был заметен прозрачный купол, а купол — это тот еще гемор. Помимо доспеха духа, ну или аналога, который у него наверняка есть, мне еще и сквозащитный купол пробиваться придется. Отойдя на 11 метров от дома, он остановился, а купол вокруг него стал полностью невидим. Судя по всему, он проявляется, когда хозяину требуется защита. От огня, например. В отличие от меня, облаченного в легкий МПД, древний был одет в брюки бежевого цвета, такого же цвета ботинки и белую рубашку. Правда, обычным человеком его сейчас никто бы назвать не смог. Одна только белая маска без каких-либо прорезей чего стоила. Но и это ерунда. Главное, что выдавало его инопланетную суть, был цвет кожи. Маленькое субтильное существо с синей кожей и длинными пальцами увешанными кольцами. С виду выглядел он расслабленным, но не видя за маской выражение его лица, хотя я бы все равно не понял, что там его инопланетное лицо показывает. «Раз уж сегодня один из нас умрет, ответь на вопрос, как ты меня нашел?» произнес он. И, несмотря на гул пламени за его спиной, я отлично его слышал. «Иллюзорное пламя? Что тут непонятного-то?» ответил я. «Как ты на них вышел?» вновь спросил он. «Или это они вышли на тебя?» «Второе», ответил я. «Ответь и ты на вопрос, что находится на Луне?» Отвечать сразу он не стал. Чуть склонив на бок голову, древний молчал четыре с хвостиком секунды. «Ресурсы», произнес он. «Ответ его мне очень не понравился, так как я почувствовал в нем ложь. Если не ресурсы, то что тогда? Ради чего несколько сотен лет работы и ссора с ведьмаком из рода Аматеру? И ведь не ответит. Эта скотина точно знает, что я могу определять, когда мне лгут, а значит, он сейчас надо мной банально издевается. Ладно, к черту болтовню, пора заняться делом». «Интересный ответ», произнес я, после чего сделал рывок вперед и чуть вправо. «Уже с этого расстояния я мог достать до него молнии, что и сделал. Пробить защитный купол я не рассчитывал, просто слегка отвлек внимание. Еще один рывок в том же направлении, еще одна молния, после чего перемещаюсь влево, четко за его правое плечо. Четыре секунды, шестнадцать ударов по защитному куполу и ноль реакций со стороны древнего». «И это все?» — спросил он. «Надо было раньше с тобой сразиться». «Рывок назад, еще один, еще, рывок вправо, влево, вперед, назад». Было несложно уворачиваться от молний, падающих на меня с ясного неба. Проблема была в том, что я при этом и сделать-то толком ничего не мог. «Ну, сфера давления, ну, молнии, толку-то с этого?» Куполу древнего было насрать на моей потуги пробить его. Как показал опыт, я могу пробивать бахирные щиты, и купол я тоже со временем пробью, но для этого я должен бить его руками. Такой вот нюанс. Мои умения дальнего боя не так уж и полезны против бахирных щитов, в то время как самый простой удар почему-то крайне эффективен. Ту же стихийную защиту, более известную как покров, я вообще на раз снимаю. С щитами сложнее, но тоже можно. Просто в бою мне эти самые щиты проще обойти. Но тут-то купол... «Бегай, ведьмак, бегай! Сегодня тебе придется много бегать!» Блин, вот он разговорчивый. С другой стороны, почему бы и нет? Это я тут кручусь-верчусь, а он просто стоит и даже не шевелится. Может себе позволить поболтать. Естественно, так как я всего лишь уворачивался от не таких уж и частых молний, у меня было время, чтобы подскочить к древнему и нанести несколько ударов по его куполу. Но долго это продолжаться не могло. Так что через пару минут таких плясок древнему, как мне показалось, тупо наскучило смотреть на это, так что, лениво махнув рукой, он отправил в мою сторону огненный вал. Огромный огненный вал, метров в пять высотой и в сорок длиной. Учитывая, что стандартная техника подразумевает два метра высоты и полтора длины, я впечатлился. Но не сильно напрягся. Хуже стало, когда я сделал рывок в сторону, выходя из зоны действия техники, так как древний поднял уже две руки и резко их опустил. Именно с этого момента мне пришлось очень несладко. Для начала в меня полетели уже два огненных вала. Молнии, падающие с неба, перестали бить прицельно, зато частота их падения сильно увеличилась. Пришлось врубить фокус и ускорение на максимум, что начало заметно напрягать тело. Два рывка в сторону привели меня в облако пепла, которое почти сразу взорвалось. Благодаря уже своему защитному куполу я этот взрыв пережил, но вслед за ним вокруг меня вырос лес земляных копий. Молнии при этом никто не отменял. Стоять на месте было смерти подобно, так что я уже хотел было уйти в скольжение, но чуйка подсказала, что земляных копий вокруг меня слишком много, точнее территория, на которой они выросли из земли, слишком большая. Не могу я перемещаться с помощью скольжения настолько далеко. А в следующее мгновение вокруг меня выросли три огненных столба, но очень сильно напоминающих темницу Кагуцути, технику стихии огня ранга Виртуоз. Но трындец. Скольжение я все-таки сделал, но не назад или в сторону, а прямо к древнему. Перед ним как раз был свободный пятачок метров в тридцать. Правда, радиус этого пятачка я узнал только после того, как вышел из скольжения, так как до этого древнего мне постоянно что-то закрывало. За спиной бушевала огненная торнадо, запертая в темнице Кагуцути, а передо мной стоял древний с огненными цепями в руках. Очередная техника ранга Виртуоз. «И куда ты будешь теперь прыгать?» спросил он перед тем, как ударить меня цепью. Попытаться ударить, так как эта техника, как ни крути, не очень-то и подходит для борьбы с ведьмаком моего уровня. Чуть больше четырех минут он пытался достать меня своими цепями, после чего устало встряхнул руками, развеивая цепи, и вновь заговорил. «Все, все, пар я выпустил. Теперь пора уже и убить тебя. Посмотрим, как ты увернешься от этого». То есть он развлекался. «Ну, здорово. А ведь я ему толком ничего и сделать не успел. Правда, и сил у меня еще прилично. Пока он говорил, я не сидел без дела, бомбардируя его защиту градом ударов. Если он сейчас создаст что-то действительно масштабное, а чуйка говорит мне, что так и будет, то единственное направление, куда я могу уйти, это за спину древнему, где до сих пор полыхает его особняк. Но это трындец как опасно. Мало того, что там все в огне, это-то как раз ерунда. Проблема в том, что там сейчас все рушится, и найти свободное пространство для выхода из скольжения будет край как непросто. Все остальное пространство, включая то, что за домом, буквально заросло гребанными земляными копьями. У меня дальности скольжения не хватит, чтобы свалить хоть куда-нибудь. Как вообще император со своей командой сумели осилить такую тварь в прошлом? Пока я надрывался, пытаясь достучаться до древнего, сам он поднял руку и через три секунды резко опустил. А я понял, что валить уже поздно, так как от плача юкионны хрен свалишь. Техника ранга виртуоз, стихия лед. Миллионы небольших сосулек размером с карандаш, которые не просто падают сверху, а преследуют свою цель. В обычной ситуации я бы просто свалил куда подальше. Все-таки сосульки, хоть и самонаводящиеся, но появляются в одном месте. Но именно сейчас меня заперли на пятачке радиусом в 30 метров, часть из которого занята полыхающим домом. И все это пространство покрывает гребаный плач. Что за техника, я понял по характерному завыванию ветра за секунду до удара. Все, что мне оставалось в данной ситуации, это продолжать долбить защитный купол древнего, надеясь, что уже мой выдержит эту чертову технику. Сосульки вроде как две минуты атакуют свою цель. Точнее, две минуты они падают с неба, преследуя жертву. Причем, что иронично, среди бахирщиков данная техника считается одной из самых слабых на уровне виртуоз, что не отменяет ее смертоносности. А вот для меня хорошо хоть молнии бить перестали. Щиты бахирщиков, как правило, автономны, то есть создал и забыл. Они никак не связаны с пользователем. У древнего, скорее всего, все еще проще, у него артефакты. Что, кстати говоря, идет мне на пользу, так как он вряд ли поймет, насколько просела его защита. А вот мой защитный купол напрямую связан с моей физиологией. Ну, или если объяснять по-другому, я чувствую каждый удар по куполу. Правда, ливень самонаводящихся сосулек не позволял почувствовать именно что каждый удар, так как все слилось в поток боли. Сначала не особо сильный, но который нарастает с каждой секундой. Понемногу, но черт побери, что же будет через две минуты, точнее уже через минуту и тридцать девять секунд. Я мог лишь терпеть и надеяться, что древний просто будет наблюдать за моими мучениями, потому что если он сейчас начнет раскидываться другими техниками, мне придется совсем туго. Ну, а пока он не начал этого делать, я продолжал долбить его защиту, монотонно стиснув зубы продолжал ковырять его защитный купол. На пятьдесят шестой секунде работы плача Юки Онны я на мгновение прервался. Резкая вспышка боли свела руки судорогой, которую я задавил усилием воли. Боль, ерунда, ее можно терпеть, главное быть к ней готовым. Паршиво другое, купол не дает полностью отключить болевые ощущения. Снизить-то я их снизил, а вот отключить полностью не мог. Но и самое главное то, что боль — это повреждение. Мало было просто терпеть, приходилось буквально на ходу штопать мой бедный организм, что сильно отвлекало. Обычно хватало автоматической регенерации, но в этот раз все мое естество кричало, чтобы я не пускал все на самотек. Через минуту и 17 секунд тело пронзило очередная вспышка боли, пробившаяся сквозь постоянно нарастающую. И вновь я пропустил удар. Казалось, у меня сердце на мгновение остановилось. Настолько хреново все было. Я уже почти перестал анализировать ситуацию, действовал почти на автомате, полностью положившись на чуйку и инстинкты. А на 37 секунде второй минуты кажется, я потерял сознание. Во всяком случае, мое чувство времени дало сбой. Вот прошла минута и 37 секунд, а вот уже минута и 41 секунда. А на 43 секунде я понял, что все. Не могу больше. Мысли путались, чувство времени давало сбой. Боль. Я просто не понимал, что именно надо лечить. Да и зачем вообще что-то лечить? Что? Что происходит? Кого я бью? В себя я пришел на 52 секунде. Я все еще бил этот чертов купол, но очень медленно и очень слабо. Я мало что понимал, в тот момент в голове была лишь одна мысль слишком слабо. И она на удивление прочистила мозги. Напрягись, Максимка. Ты не имеешь права подохнуть. Напрягись и бей. Бей со всей дури, что в тебе осталось. Пусть фокус вырубился, пусть ускорение не действует, пусть твое тело орет от боли. Бей! Угребыш! Слишком много у тебя дел осталось. Слишком многих еще надо убить, так что соберись. И ударь еще раз. Не останавливайся никогда. Давай, Максимка, еще разок. Во имя мое, сука! Во славу мое! Через одну минуту и 56 секунд с начала активации плача Юки Онны оба купола исчезли. Сначала я почувствовал, как моя рука проваливается вперед, не найдя свою цель. А потом уже мой купол, ударив напоследок по нервам, приказал долго жить. Я уже хотел добраться до тушки древнего, но опорная нога подкосилась, и я свалился на одно колено. Смутно помню, что происходило в тот момент, но то, что я все-таки поставил над собой жесткий щит, это точно. А в следующую секунду пришедший в себя древний сжахнул по мне чем-то огненным, отбросившим меня метров на семь от него. В тот момент я не думал о том, что должен был умереть. Не от огненной техники, так от плача, который продолжался еще четыре секунды после падения моего защитного купола. Мыслей вообще было не очень много. Гораздо позже, анализируя тот бой, я понял, что использовал нечто наподобие доспеха духа бахирщиков, но именно что наподобие, блин, не знаю, то ли воздух рядом с собой уплотнил, то ли внутреннюю энергию, но точно не тело укрепил. В общем, сосульки плача продолжали появляться еще четыре секунды, вонзаясь в мое тело. Но новая защита, которая работала скорее как глина, не давая пронзить меня насквозь, легкие МПД, да и просто крепкое ведьмачье тело позволили дожить до завершения плача. Выглядел я, конечно, не ахти. Ежик не ежик, но утыкан ледяными карандашами я был знатно. И если бы не шлем, боюсь, меня бы уже ничто не спасло. Одно дело сосулька в пузе и другое в глазу. Но и самое главное, если забыть про силу воли, которая помогла мне не сдаться, я выжил только потому, что древний дебил полный. И то, что он не воин, его ничуть не оправдывает. Он не атаковал. Не пытался как можно быстрее добить меня. Это самодовольное чудо медленным шагом направилось в сторону моей тушки, пытающейся подняться на ноги. Правда, попытки мои были не очень удачные. Мысли скакали голопом, сконцентрироваться на чем-то одном не получалось, я и на ноги-то пытался подняться на автомате. Только вот стоило мне опереться на руку, и она подкашивалась, а сил подняться вообще без рук не было. И я тупо раз за разом опирался то на левую, то на правую руки и каждый раз падал. К тому моменту, когда древний приблизился ко мне, все, что я смог, это сесть на жопу. Даже выпрямить спину сил не было. Тем не менее, несмотря ни на что, тело отдельно от разума продолжало восстанавливаться. Наверное, когда древний остановился передо мной, я уже и вскочить мог, однако в тот момент я все же смог поймать одну мысль и держался за нее всеми силами. Мысль была проста. Жди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова